Свои награды накануне Великого Праздника, как и обещали организаторы, сегодня получили все победители медиаконкурса «Мы победили, жизнь продолжается». Призы вручали с учетом ограничительных мер. Из-за пандемии пришлось поменять и главный приз. Вместо поездки в Москву для празднования Победы, семья Герасимовых получила денежный эквивалент. До сегодняшнего дня мы, конечно же, мечтали, что мы поедем на День Победы на парад в город Москву. Но так получилось, и очень хочется съездить. Поэтому мы думаем, что мы все-таки их отложим, до сентября месяца. Приз за второе место вручили Софье Шалупиной из Бийска. Оказывается, школьница давно мечтала о ноутбуке и полтора года копила на него деньги. И теперь Соня счастлива. Когда я увидела, что у меня второе место, у меня сразу слезы радости на глазах. И я просто очень рада, что он мне достался. Софья, как и все школьники, обучается дистанционно. И до сегодняшнего дня брала ноутбук у мамы. Теперь у нее есть свой, который она получила за свою работу. Современный смартфон появился и у Андрея Дворникова из Заринска. Смартфон с камерой. Будешь снимать еще ролики не только про своего дедушку. Но и про... Вы же участвуете, так понимаю, правильно, что в конструкции, да? Да, да, да. Вот, поэтому я думаю, что полезно будет. Сам будешь снимать, кто-то будет тебя снимать. Как ты такой красивый молодец. Еще один смартфон от фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева вручили братьям Шичковым. Семен и Максим между собой уже решили, кому достанется приз. И даже монетку кидать не пришлось. Если я на андроиде, то маме. Если я айфон, то папе. Мы победили, жизнь продолжается. Так назывался медиаконкурс фонда Александра Прокопьева. Победители названы, призы вручены. Все конкурсанты получили электронные дипломы. Но после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, дипломы можно будет взять в отпечатанном виде. До новых конкурсов, до новых побед.